Нам это дорого, мы вообще не согласны. И так 50% сделали. Нет, мы не на это прочь. Это очень дорого. У нас пятеро детей, тем более, вообще. Я с бабушкой живу, поэтому 80 нг это уже много. Если за народ решили, наши избранники, что поделать? Но вы вообще лично не согласны? Не согласны, конечно. Не согласны. Не согласны на нас, потому что зарплату не поднимали еще. Конечно, это сильно бьет по карману, особенно по семейным бюджетам. А если еще есть дети, которые в школу, вероятно, им тариф поднимут. Конечно, это очень-очень накладно. Сколько вы работаете? Ну, коммерческая тайна, можно сказать. Но не столько, чтобы не столько, чтобы платить такую сумму за проезд. У нас зарплаты не позволяют платить 80 нг за проезд, так как минимум на 17 тысяч, поэтому в жизни невозможно 80 нг за проезд платить каждый день. Тем более, на одном автобусе ездим. Сколько вы зарабатываете? 50? Ну, даже если 200 сделают, все равно будут идти битком автобусы. Так все и будет. На месте и останется. Ничего не занимается. Такая реакция горожан на повышение тарифа на проезд не удивляет. Новость о том, что теперь платить придется непривычные 50, разжажала их с самого лета. А ведь еще две недели назад, на очередной сессии городского маслехата, депутаты требования перевозчиков Якимата города не поддержали. Сессия маслехата была бурной на обсуждение и споры. К примеру, ответ на вопрос, как теперь жить студентам, пытался получить депутат и проректор Каргу по социальным вопросам Салават Кенпек. В Караганде около 30 тысяч студентов, из них 30% на гранте. Стипендии они получают в размере 15 тысяч тенге в месяц. Что делать остальным студентам? Ответил на этот вопрос. На что внятного объяснения тогда он так и не получил. Студенты будут платить 80 тенге. Для них никаких льгот не предусмотрено. В тот день за повышение тарифа проголосовали 13 депутатов. 9 против, 1 депутат воздержался. Надежда на то, что одна поездка по-прежнему будет стоить 50 тенге, осталась. В итоге проект снова отправили в Акимат и неделю спустя чиновники выступили с новым предложением по поводу возможности увеличения тарифа. В этот раз доводы в пользу повышения сделали свое дело. Почти все члены Маслехата проголосовали за рост цен на проект. Но взамен автопарки обязуют установить GPS-навигаторы, систему электронного обелечивания. А каждые полгода автопедприятия должны обновлять по 5% подвижного состава. По GPS-у платформа готова. Осталось только закупить оборудование. По электронному оборудованию. Это вопрос времени. Какого? Не могу сейчас сказать. Это серьезный проект. Это не просто GPS, который оборудование поставил и работает. Это очень серьезный проект, который требует работу не только транспортников, но и населения в целом. То есть это комплексный вопрос. На результаты голосования не повлияла и стартовавшая накануне акция «Позвони депутату». Напомним, список народных избранников вместе с номерами их сотовых телефонов опубликовали в соцсети. СМС-сообщение с просьбой не голосовать за повышение цены депутатам не понравилось. Это оскорбило. Зачем такими негативными СМС-ками настроение понижать? Правильно? После заседания проект постановления направили на утверждение в юстицию. Все эти процедуры займут порядка 20 дней. Отметим, пенсионеры, инвалиды и чернобыльцы будут платить 50 тенге. А вот студентов такая новость шокировала. Они не представляют, сколько денег придется тратить в день. Ведь добираться до вуза многим приходится пересадкой. Иногда надо с пересадкой ездить. И от меня, получается, с Гагарина до сюда только один автобус идет. Я его жду долго и бывает с пересадкой ездию. Поэтому тратить 300 тенге в день на проезд, можно добавить 100 и на такси ездить. Я являюсь студенткой и я категорически против того, чтобы подняли цены за проезд. Потому что это нечестно со стороны, извините, мы студенты. Я сама учусь на платном. Тогда мое предложение, пускай поднимут зарплату наших родителей. Я хожу на курсы дополнительные. У меня английский, у меня актерское мастерство. И откуда я дозану эти деньги? У меня есть свой обед. Так что, если не переусмотрят это предложение, я выдаю на законный митинг. Это мое полное право. Внедрение нового тарифа было бы разумным, если уровень жизни шахтерской столицы соответствовал цене. Подобное мнение жители Караганды продолжают высказывать в интернете. В Астане проезд 60 тенге. А у нас с чего бы будет стоить 80 тенге? У нас средняя зарплата по сравнению с Астаной в два раза ниже. С чего депутаты взяли, что население может платить такие деньги за проезд? GPS-мониторинг, регистраторы, электронное обелечивание. Народу совершенно не нужны, как и штрафы, которые никто из нас не увидит. Вы подумали, как молодой врач, имеющий семью, должен платить за проезд 80 тенге при зарплате 42 тысячи? А инженеры, учителя, медсестры, санитарки? У них зарплата от 30 тысяч до 70. Между прочим, ни пенсионеры, ни инвалиды каждый день не пользуются транспортом. А некоторые карагандинцы даже сочиняют стихи на эту тему. Однажды утром депутат решил пойти в народ. Смотрел и радовался он, как здорово живет. И захотелось тут ему, во благо, для страны, хоть что-то сделать самому. Чтоб помнили все мы. Он долго думал, вычислял, и вот он результат. Поднимем плату за проезд, и каждый будет рад. Ведь 50 тенге проезд – дробина для слона. Пусть будет 80 впредь. Возрадуйся, страна. Я в Акимате соберу под это дело съезд. И с этой мыслью он живет. Не спит, не пьет, не ест. Все было просто, хорошо, красиво, как в кино. И тут какой-то паренек ему прислал письмо. С чего решили сделать так, я право не пойму. Такая плата за проезд совсем нам ни к чему. От слов бессовестных таких в ушах раздался звон. Он удержался на ногах, но выронил айфон. И гневом праведным полны слетают сус слова. Нельзя писать нам не в попад. Должны вы нас беречь. И негодяи этого поймать, распять и сжечь. Между тем, Акимгород говорит, что 740 миллионов тенге дотации есть. Но однозначно и без повышения тарифа предприятие работать как надо не будет. Однозначно, ну вы, просто люди уже ощущают. Например, взять если третий автопарк. Из 21 маршрута на сегодняшний день работает 10 маршрут. То есть это же страдает население. А почему они не могут? На сегодняшний день у них 70 автобусов стоит на приколе. Они не могут своевременно выплатить заработную плату. Заработная плата недостойна на сегодняшний день. Поэтому люди оттуда бегут. Редактор субтитров А.Семкин